Привет друзья, это Варлорд. Уже по названию сегодняшнего видео вы поняли, что вас ждет что-то необычное. Я предлагаю вам пройти квест под названием Find Lego или же Найди Лего. Смотрите очень внимательно и уже после просмотра видео у вас появится реальный шанс выиграть набор Лего Ниндзяго. Итак, начнем. В двух парках Москвы я спрятал для вас по одному набору Лего Ниндзяго фильм. Это наборы тренировка с пинджитсу. Наборы очень классные, с отличными мини-фигурками и небольшими постройками. Итак, обо всем по порядку. Вначале мы отправляемся в сад Эрмитаж. Сад Эрмитаж знаменит тем, что в 1896 году там состоялся первый доступный для всех сеанс кино братьев Люмьер. В этом саду есть сразу три театра. Это очень уютное место с московской атмосферой. Находится прямо в центре Москвы. Там проходит много разных фестивалей и мероприятий. Там есть различные рестораны и кафе. А в теплое время года там есть кинотеатр под открытым небом. Но еще один интересный факт. Там установлен первый в Москве электрический фонарь. В саду Эрмитаж я очень часто бываю. Довольно интересный парк. Возможно, мы с вами даже когда-то там пересекались. Но, конечно, мы об этом не узнаем. Первый приз, который будет спрятан именно там. Сейчас поговорим, как его отыскать. Точный адрес сада Эрмитаж и как туда добраться, вы можете найти в интернете. Вам нужен центральный вход в парк. Сейчас вы его видите на экране. Как только вы заходите в парк, перед вами фонтан, который сейчас по понятным причинам не работает. И тут множество дорожек. Внимание! Вам нужно повернуть налево. Именно тут вы увидите небольшую инсталляцию «Я люблю Москву». Справа от нее дорожка, по которой вам необходимо пройти до конца. Это около 50 шагов. Далее поверните направо и вы увидите небольшое одноэтажное здание кафе. Вам необходимо будет пройти до этого здания и даже немного пройти вдоль него по прямой. Буквально через пару метров слева от вас вы увидите клумбу с розами. Подойдите к клумбе и посмотрите налево. Перед вами будет маленькое серое здание. Вы на правильном пути и вам нужно немного продвинуться прямо. При этом здание будет находиться у вас по правую руку. Как только вы проходите его, перед зданием вы увидите какие-то материалы, накрытые светлой клеенкой. Именно под этой клеенкой, внизу слева, вас ждет ваш сюрприз. Еще один ориентир для вас. Это место находится прямо напротив кассы. Надеюсь, вам было все понятно. Переходим к следующему месту. Это парк искусств Музеон. Музеон это уникальный и единственный в стране музей скульптуры под открытым небом. Парк был основан в 1992 году. В коллекции парка 800 уникальных работ из камня, бронзы и дерева. Еще там есть кинотеатр под открытым небом. Набережная, разные кафе. Очень современный парк, который я конечно люблю и также провожу там время. Так отправляемся в парк искусств Музеон. Вам нужен не центральный вход на Крымском валу, а боковой вход у первого Бабегородского переулка. В парке Музеон задача будет посложнее, но уверен, что вы легко с ней справитесь. Итак, сразу войдя в парк, справа вы увидите небольшое кафе, а слева от вас будет памятник Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Никуда не сворачивайте с этой дороги. Продолжайте движение прямо. Буквально через 100 метров справа от вас вы увидите памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Поворачивайте сразу за ним направо на дорогу из деревянного покрытия и продолжайте движение по ней. По этой дороге вам придется пройти, ну, наверное, около нескольких сотен метров. В скором времени справа вы увидите несколько зеленых елок и небольшой памятник прямо перед ними. Проходите вглубь и будьте внимательны. Под одной из елок вас ждет набор Лего Ниндзяго Фильм. Итак, я максимально подробно рассказал вам, как найти наборы. Желаю вам удачи и просьба к тем, кто найдет наборы, выложить пост в группе с хэштегом FindLego. Если что-то не поняли, пересматривайте. Прошу вас поторопиться, пока эти наборы не нашел кто-то другой. Желаю всем удачи, всем пока.